22 мая новочебоксарцам не пришлось ехать в столицу. Чебоксарский международный кинофестиваль добрался к ним сам. В кинотеатре «Адл» состоялся спецпоказ фильма «Рассказы» режиссера Михаила Сегала. Фильм не кассовый для весьма узкого круга любителей интеллектуального кино. Представить картину в наш город прибыл актер театра и кино, заслуженный артист России Сергей Фетисов. Сергей Фетисов родился 12 августа 1952 года в Орле, где и провел детство. С пяти лет был постоянным зрителем детских спектаклей Орловского драматического театра и Орловского театра «Кукол». Посещал драмкружок при Дворце пионеров. Играл в Народном театре юного зрителя. Закончил Ярославское театральное училище. В 1982 окончил ГИТИС. Сегодня ведущий актер Орловского муниципального театра «Русский стиль». Сергей Фетисов с первых минут нашел общий язык с новочебоксарской публикой. Рассказал присутствующим о работе над картиной и, конечно, о смешных случаях, которые остались за кадром. Ну, много забавного. Много забавного бывает в это время. Потому что никогда не думаешь о том, как выйти. И хочется, чтобы вышло хорошо. Рассказы – художественный фильм, состоящий из четырех разножанровых новелл из жизни современного российского общества, ставящих этические, культурные и социальные проблемы нашего времени. Четыре простые истории о жизни фильма-рассказа родились из одной короткометражной ленты режиссера «Мир крепежа». Картина впервые была показана на Кинотавре, где имела оглушительный успех. Взяв за основу одну историю, Михаил Сигал рассказал еще три, объединив их одной сюжетной линией. Каждая имеет свой четко выраженный смысл и глубокий посыл зрителю, облеченный в легкую и ироничную форму. Вы знаете, они, да, правильно вы сказали, они разноплановые. Причем настолько разноплановые, что порой возникает у зрителя даже какое-то отторжение, что где же вы видите там какую-то логику или какую-то связь. Есть она, есть она. Она, ну как сказать, вот я сейчас выведу свою форму, он мне скажет, да нет, это что-то не так. Я бы сказал вот что, каждый должен вывести свое. Они связаны нашим временем и, главное, нашим отношением к происходящему. По сценарию рукопись молодого писателя попадает в литературное издательство и начинает влиять на жизнь любого, кто откроет ее и прочтет хотя бы страницу. Четыре рассказа из рукописи – это четыре истории с непредсказуемой развязкой. Четыре жанра кино – абсурдистская комедия, социальная сатира, триллер, мелодрама. Они смешные, они трагические, они политические, они детективно какие-то такие юморные, особенно с этой бабкой, которая там загорается, понимаешь. Но это же все наше, это исходит от нас, как мы этого не поймем, что мы, если мы это не увидим, мы это не предотвратим. В новелле «Круговое движение» Сергей Фетисов играет губернатора одной из областей. По словам актера, прототипами его героя стал экс-губернатор Орловской области Егор Семенович Строев. Я не хочу сказать, что я вот прямо скопировал, что я вот добивался этого. Просто исходя из сюжета, в общем-то, вот все так оно и вышло. Человек мог работать, но человек, так сказать, очень тонко, очень деловик, как-то так очень осторожненько намекнули, что вот, мол, пора отдохнуть. А человек мог работать и работал бы, наверное. По словам Сергея Фетисова, невозможно точно выразить смысл картины. Каждый житель нашей страны найдет мне что-то свое, каждый узнает себя. Талантливо снятый и сыгранный, заставляющий задуматься о вечных ценностях, фильм никого не оставит равнодушным. Мы тем временем напоминаем, что Чебоксарский кинофестиваль продлится до 25 мая. У вас еще есть время посмотреть хорошее кино.